Для любого европейца эта картина, она похожа на безумие какое-то. Люди стараются быть на самокарантине, чтобы там не заражать друг друга, чтобы как-то хоть приостановить вот эту пандемию коронавируса. А у нас вот такая беззаботность. Отчего так происходит? Да потому что вот этот кадр, я не знаю, там он как обезумел, что ли. Он заявляет, что лечиться надо тракторами, водкой. А люди у нас такие, с телевизора глава государства уже сказал, вроде бы в интернете по-другому написано, но понимаете, тут же вроде как авторитетно. И кроме того, если одному человеку говорят, слушай, вот так, так, тебе нравится делать, то ты, пожалуйста, это не делай. А другой говорит, тебе так нравится, делай еще. И кого послушают? И вот много было машин на российских номерах. Я так понимаю, белорусы приехали тоже, да, принесли своих из Москвы коронавирус, да, которые в России работают. А что сейчас в Москве делается, это мы по телевизору видим. Что у нас делается, мы не увидим. Друзья, очень опасная ситуация, крайне опасная ситуация. Это зараза, она наиболее такая активная от людей, которые первую неделю без всяких симптомов, которые сами, может быть, и не заболеют. И она идет очень широко. Я слышал такие мнения, а что нам там, это вот, Виталий, там, вот, в основном умирают, там 80 лет и старше, да мы столько не живем. Это глупость несусветная. Вы что думаете, коронавирус приходит и спрашивает, там, ну-ка, покажи паспорт, сколько тебе лет? А если тебе там 80 или 70, да, я вот к тебе там, да, приду сейчас и тебя буду тут кушать, да. А если нет, пожалуйста, на самом деле все зависит от состояния здоровья и иммунитета. Итальянцы, да, они очень много, долго живут, потому что у них здоровая кухня, позитивная, там, в жизни вся, там. Сиренбургская диета считается самой оптимальной для здоровья. И посмотрите, максимальный уровень жизни средний мужчин у нас и у них разница лет 15. Так что вы для наших условий, может быть, отнимаете от этих 80-75 лет 15, а то и 20. Потому что в Москве те, которые на искусственной вентиляции легких сейчас лежат, половина моложе 40 лет. Потому что в Украине тяжелые случаи, в основном, у мужчин от 40 до 50 лет. Потому что образ жизни другой, иммунитет другой, здоровье не то. Вот. И если кто-то надеется, что там пусть старики умрут, какая-то, вообще-то, нечеловеческая логика, а мы там, типа, помоложе останемся, то, извините, так не выходит. И если еще вы думаете, что, да, вот, наши дети в безопасности, а если с вашим ребенком, не дай бог, что-то случится, а вы пойдете в больницу, а там уже все занято, и скажут, что идите отсюда, у нас тут коронавирус. У нас тут все завалено этими больными. Не делаются очередные вещи, которые экономике не стоят деньги. Вот это вот, я говорю, безумие это. Когда вчера мы вышли там с женой, гуляли там на той берег, как глянули, к яблоку негде упасть. Люди, что вы делаете, что вы творите-то? Вы хоть понимаете, что вы делаете? Когда жалуются те, кто подвеснее, маску одел, пришел в магазин, от него все разбегаются. Так вы благодарны должны быть, почему вы без масок ходите? И у меня такое, в самом деле, ощущение, что он надеется, что вот, да, вот, какая-то, да. Я уже прихожу только к одной версии, что, может быть, он хочет, в самом деле, пенсионный фонд как-то разгрузить, потому что не хватает денег в него. Но, может, он надеется, что, в самом деле, там, пенсионеры там умрут, а им же там после 80 лет там еще добавки к пенсии там идут и так далее. Но, говорю, беда-то в том, что у нас при нашем стрессе, при нашем здоровье там умирать-то будут и молодые люди, молодые мужчины. Потому что они пьют эту водку, умнитет убивают, а тут еще советы такие дают. Потому что у них стресс, потому что приходится ездить искать где-то, как семью прокормить. А это стресс, водка, нездоровый образ жизни, потому что там где-то по 15 часов калывают, оно уже убивает иммунитет. Николай Викторович, вот люди пишут сегодня, например, в разных там частях Беларуси, где какие случаи там случились, заражение. Но, опять же, это все не стопроцентная информация. Но вот по лельщицам такой есть в Гомельской области населенный пункт, много сегодня человек нам писало, что вроде бы какой-то чиновник заразился и позаражал там всех. Там сейчас в роддоме все это сделали как бы для контактов, первых контактов туда всех грузят. В роддоме уже там, где еще и рожают люди, то есть сделали инфекционную. Наверное, у них там нету, куда возить, и они вот таким образом поступают. Где людям брать информацию? Получается, государство, которое нас должно защищать, СМИ, которое по закону должно нам предоставлять достоверную информацию, ничего не дают. Ну, мы с одной камерой там во всех местах не можем бывать. А как людям быть? Вот чему верить там? Им закрывать двери? Что им делать вообще? Как с этим жить? Вы знаете, делать надо было раньше. Не надо было отдавать свободу, не надо было отдавать демократию. Потому что вот вы почувствуете разницу теперь, что такое демократическая сторона, где власть избирается и переизбирается. И как там себя ведут президенты, премьеры, которые все рассказывают, все показывают. Водки, где там за каждую человеческую жизнь борются. И у нас. Все нормально, вируса нету, пейте водку и садитесь на трактор. И я говорю, что самое вот интересное, что там в самом деле может и проказать. Ну, вруду десятки тысяч, да, если. И в статистике скажут потом, ну вот я же правильно говорил. Вот посмотрите, как вот получилось. Как было в восьмом году, когда это была пандемия сыновой группы, когда люди умирали там пачками и всем ставили пневмонию. Так и сейчас пневмонию ставят. Я понимаю, но тогда интернета так широко не было. Сейчас он есть. Но вопрос в том, а если умрут не десятки тысяч, а сотни тысяч, когда это начнется вокруг. Потому что при таком подходе такое может случиться. Как-то так вот срослось все, что экономические проблемы там, проблемы с Россией, начинается там уже кризис мировой, пандемия эта. Все вот так вот сошлось, что все очень хреново. И вот у нас единственная выходка, чтобы как-то сохранить страну свою, может быть, ну, подумать о том, чтобы хотя бы из всех этих драматических факторов и суммы их получить один позитив. Вот воспользоваться этим и просто вернуть себе свободу, вернуть себе демократию, чтобы страной управляли по-настоящему избранные люди, и которые понимали, что в случае чего они так их перезберут, чтобы они не лгали нам. Потому что когда мы знаем правду, мы знаем, как на нее реагировать. А когда нам говорят, не-не, народ это типа быдло, скотина. Народец. Народец. Говорить правду ему нельзя, вот, а то будет паника. Да? Слушайте, а почему вы так боитесь паники? Может быть, для этих людей на берегу не мешало бы немного паники? Что? Паники надо бояться во время пожара в ночном клубе, например. А сейчас что там? Гречку скупят с туалетной бумагой? Да пусть скупят, она не испортится. Как раз я считаю, что надо немного паники этим людям по мозгам проехать, чтобы они не творили то, что они творят.